Визит генерального директора госкорпорации «Росатом» начался с посещения научно-производственного объединения «Центротех». Предприятие должно стать производственной базой для развития новых отраслевых инноваций по направлениям аддитивной технологии, накопителей энергии и нефтегазовый сервис. Именно этот вопрос стал одним из ключевых в повестке визита в наш город руководителя госкорпорации. НПО «Центротех» будет отведена роль базового предприятия в части конструкторских, технологических и производственных компетенций в рамках реализации стратегических инициатив «Росатома». Так, к 2022 году предприятие намерено кратно увеличить выручку по этим неядерным бизнесам с 284 миллионов до 3,8 миллиарда рублей. В ходе производственного совещания с участием Алексея Лихачева также затронуты вопросы развития производства каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей. Предприятие «Кальянс» дочернее общество УХК является единственным производителем таких систем и занимает более 30% российского рынка. Второй пункт визита главы «Росатома» в Новоуральске – это городская поликлиника. Гости осмотрели входную группу лечебного учреждения и созданы в рамках проекта «Колд-центр» для приема и обработки звонков пациентов. Помимо этого пообщались с медицинским персоналом регистратуры поликлиники. Медработники рассказали о своем отношении к проекту и участии в его реализации. Алексей Лихачев поблагодарил персонал медико-санитарной части за проделанную работу. Создание комфортных условий пребывания в учреждениях здравоохранения для жителей является важной составляющей эффективного лечения. Все, спасибо, успехов, до свидания. До свидания. Тарталим «Росатома» на сцене театра музыки, драмы и комедии. На три дня Новоуральск стал столицей театрального фестиваля. Ребята из семи атомных городов страны соревновались в актерском мастерстве. Итогом их плодотворной работы стал спектакль, посвященный творчеству знаменитого российского режиссера Эльдара Рязанова. Алексей Лихачев награждал со сцены самых талантливых юных артистов. Он лично вручил дипломы победителя Всероссийского фестиваля и путевки в Турцию в детский лагерь школы «Росатома». Глава госкорпорации со сцены передал привет всем родителям, чьи дети участвовали в фестивале, и пообещал, что все будет хорошо. А также поблагодарил за настоящий праздник и пожелал дальнейших успехов ребятам. Возможно, именно эти дети – будущие звезды театра и кино. Молодцы! 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 В завершение дня руководство атомной отрасли встретилось с городской общественностью, среди которой были представители ветеранских и профсоюзных организаций города и УХК. Также присутствовали руководители и представители разных сфер жизни города. По меру образования, культуры, учащиеся и работающие молодежь. Алексей Лихачев поприветствовал всех собравшихся. Уральск мне кажется очень привлекательным городом. Во-первых, у нас вполне здесь определенная повестка дневного предприятия. Мы имеем программу развития как наших основных ядерных компетенций здесь на площадке, так и новых продуктов, связанных как с оборонным сектором, так и с современными высокотехнологичными отраслями гражданской промышленности. Вот поэтому для нас точка роста, точка укрепления. На встрече состоялся откровенный разговор по всем наболевшим вопросам. На особенно акцент был сделан на обсуждении состояния медицинской помощи в Новорайске. Алексей Лихачев рассказал, что неоднократно обсуждал с руководством ФМБА состояние дел в Новорайском здравоохранении. Он предложил создать рабочую группу с участием общественности и отметил, что необходим глубокий анализ деятельности медсанчасти для понимания того, как выходить из кризиса. Проблема медицины, но уже как бы немного радует даже, что она сдвигается с места, то есть уже какие-то видны перспективы. И если мы уже решаем этот вопрос на уровне комбината, на уровне ТВЭЛа, на уровне Росатома, то я думаю, что, наверное, мы чего-то получим. Помимо этого говорили и о формировании на базе Новорайского технологического колледжа Центра компетенций по промышленной автоматике. Молодой преподаватель колледжа по совместительству работнику и ХК Денис Никифоров поделился своим видением на этот счет. В итоге он услышал слова одобрения и информацию о том, что поддержка и Росатома, и ТВЭЛа будет предоставлена. Технологический колледж сейчас находится не совсем в лучших годах своего, когда он находился, и поэтому и нужна поддержка. Эта поддержка будет организована, и Алексей Евгеньевич дал свое заверение, что Центр компетенций будет открыт, что этому уже придали импульс, что уже все, работа по этому запущена. И, в принципе, дети будут работать на самом современном оборудовании, что может быть лучше, чем такой ответ от нашего руководителя. Представитель выпускников города Макар Федоров спросил, есть ли перспективы у города, на что получил однозначно положительный ответ и заверение в том, что развитие городов в присутствии госкорпорации – одна из главных задач Росатома. Если даже генеральный директор считает его перспективным, я его уже просто не могу считать неперспективным городом после этой встречи, поэтому теперь я однозначно буду рассматривать его как один из этапов моего развития. На вопрос Валентины Кузнецовой, председателя профсоюзной организации неработающих пенсионеров УХК, о том, будут ли сохранены меры поддержки ветеранов атомной отрасли, Алексей Лихачев ответил утвердительно. И добавил, что прекращение таких социальных программ отрасли может происходить только в самых крайних ситуациях и в последнюю очередь. Такой ответ не мог не порадовать. Лично для меня, как председателя ветеранской организации, важно было то, что я услышала, что социальные программы, которые направлены на поддержку и работников, и ветеранов будут продолжаться, и они стоят в приоритете. И вот мне как бы запала в душу фраза Александра Евгеньевича, что последнее, что мы будем сокращать и прекращать программу, это программа поддержки ветеранов. В завершении встречи заведующая отделом культуры Новоурайска Ирина Шаповалова презентовала гостям города Буклет, в котором собраны лучшие муниципальные практики, и предложила создать единое информационное поле для всего сообщества городов Росатома, чтобы успешнее обмениваться уникальным накопленным на каждой из территорий опытом, на что получила положительный отзыв. Именно благодаря активной работе в информационном поле наши города и замечают как точки роста. Ну, собственно, вы сами знаете, что вот эта активность, она позволила обратить внимание на Новоуральск, именно на отрасль культуры и на новую систему управления в отрасли культуры, и говорить об этом на самых высоких инстанциях и вот в июне месяце в Совете Федерации. Вопросы общественности касались всех сверхжизненного Уральска. На них были получены развернуты ответы. Я думаю, тему, которую он поднял сегодня, тема жизни в нашем городе, она касается всех жителей города. Я думаю, что принятое им решение, оно будет осуществлено в жизни. Поэтому есть стопроцентная надежда, что он поможет решить наши нерешенные вопросы. Примерно через месяц-полтора, возможно, город Новоуральск получил статус территории опережающего развития, чего мы очень ждем. Конечно, и другие интересные вопросы обсуждались. Образование, спорт и так далее. Но вот эти два момента ключевые. Я очень рад, что им очень много внимания уделилось. И мы получили практически конкретные ответы на эти вопросы. Представители городской общественности убедились в сохранении, а в некоторых случаях и увеличении ресурсов поддержки городов в присутствии госкорпорации. Участники встречи получили уверенность в дальнейших действиях Росатома по развитию местных сообществ. А значит, Новоуральск будут поддерживать и дальше всеми доступными для этого методами. Альбина Бабкова, Виктор Малышев, Николай Ларионов, Дмитрий Дедюхин, Дмитрий Орлов. Объектив. Итоги.